самая глубокая точка планеты марианская впадина а это ее нижняя часть бездна челленджера глубиной 11 километров но что находится под ней не знает никто потому что только два раза на дно мира спускались люди почему на вершину мира эверест зашло более 4000 человек а вглубь планеты спустилось только три человека и все трое рассказывают противоположные вещи о том что видели 23 января 1960 года в 8 утра первый батискав триест с жаком пикаром и доном олшем на борту начинает медленное погружение во тьму в течение спуска жак пикар несколько раз будет дрожащей рукой начинать записи в иллюминаторе показался странный диск он преследует нас эти записи до сих пор до конца не рассекретили и что видел пикар загадка через четыре часа 43 минуты батискав коснулся дна на расстоянии 10 тысяч 919 метров от поверхности океана впервые человек оказался на дне самого глубокого места на планете на дне исследователи пробыли 20 минут сделали большое количество фотографий океанического дна и даже увидели небольшую рыбу похожую на камбалу больше рыбы на дне впадины не видел никто через 52 года джеймс кэмерон режиссер титаника и аватара спустился на собственном батискафе на дно впадины корабль дипс челленджер опустился на 12 километров полная тишина и лунное одиночество так расскажет кэмерон в своем фильме о погружении на два с половиной часа в аппарате последовательно отказали 12 двигателей произошла разгерметизация отсеков почему в 1985 году немецкий аппарат хайфиш отказался всплывать с глубины 7 километров чтобы выяснить в чем неполадка исследователи включили инфракрасную камеру в ее свете все увидели как огромный доисторический ящер вцепившись зубами потискав пытался разгрызть его как орех ученые утверждают что отпугнули чудовище разрядом тока но фото этого случая почему-то нет хотя съемка велась постоянно возможно все эти случаи лишь отвлечение внимания от главного нам не говорят об этом но океаническое дно это стратегический объект в борьбе за источники будущей энергетики сегодня только три страны производят технику для глубоководных исследований америка япония и китай в 2016 году китайский аппарат хайдоу при жиме онлайн исследовал спуск и подъем в марианскую впадину сотни фотографий жизни на дне бороздят интернет но это все самые интересные материалы это фото дна а вы их нигде не увидите а почему вот одна из картинок которую многие считают фейком более полутора километров проходит робот по дну и откосом впадин и обнаруживает вот такие ровные отпечатки их могла оставить гусеничная техника бульдозер возможно на дне уже давно находятся постоянные обитатели которые контролируют все происходящее в бездне челленджера возможно изучение дна давно идет полным ходом и не исключено что уже добываются определенные сырьевые материалы которые уже перерабатываются как основа топлива будущего